Привет, Денис! Настя! Чё ты делаешь? Ты не должна этого видеть! Ты же знаешь, что этого нельзя делать! Нет! 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 Оу, ну раз уже застукали с таким делом, давненько на этом канале не было всякого запрещенного контента. И кстати, сегодня рекомендую вам подписаться на канал Хакни Жизнь. Здесь вы можете узнать множество советов на любую тему. Например, как завязать галстук за 10 секунд, или как собрать часы за 5 минут. А может вы хотите сделать интересную сладость своими руками? Тогда вот вам канал Хакни Жизнь. Подписывайтесь! Ссылка по аннотации и в описании. Итак, данные мультфильмы вы могли видеть раньше. Все они лежат в открытом доступе в интернете, и некоторые из них могли даже попасться кому-то из вас на кассетах или на дисках. И я напоминаю, что запрет этих мультов означает всего лишь рекомендацию не показывать их в кино, по ТВ и так далее. Эти мультфильмы при желании доступны и доступны всем, но смотреть их вам не рекомендуется. Хотя откровенной жести в них признаться нет. Но тем не менее, давайте сегодня прикоснемся к чему-то запрещенному сильными мира сего. В год второй мировой войны выходило множество мультов, основной целью которых служила пропаганда. И эти мультфильмы были рассчитаны на все возраста. Детям с их помощью давали установку на стратегического врага, а для взрослых это была доходчивая карикатура на происходящее в реальном мире. И те и другие получили от просмотров таких мультов удовольствие. Но со временем, после окончания войны, подобная мультипликация была быстренько запрещена. И начать я сегодня хочу с советского мультфильма «Киноцирк» 1942 года, режиссеров Ольги Ходотаевой и Леонида Амальдрика. Этот сатирический киножурнал представляет собой забавную карикатуру на Гитлера и его приспешников. Так вот, в первом сюжете дрессировщик Адольф Гитлер занимается со своими собачками. В образе пёселей, кстати, здесь предстают лидеры европейских стран, союзников Германии. Собачки носят имена Муссолини, Хорти и Антонеску. И буквально делают всё, чтобы развеселить хозяина. А когда он бросает им кость, они дерутся за неё. Как это символично. Во втором сюжете Адольф Гитлер идёт к гробу Наполеона Бонапарта. За то ли советом, то ли благословением. И кстати, советская пропаганда тех времён частенько сравнивала Гитлера и Наполеона, как великих полководцев. Встречалось это сравнение и в киносюжетах, и даже в песнях. Вот и в мультипликационном киноцирке Наполеон ничего хорошего не советует Гитлеру, а охотно готов подвинуться в своей могиле. Ну и в третьем, завершающем сюжете этого мультфильма, Гитлер жонглирует факелами, стоя на бочках с порохом. Каждая бочка символизирует одну из покорённых нацистами стран, которые, конечно же, в конце логично взрываются. И всё это так здесь весело обставлено, что хочется стоя аплодировать происходящему. Наверное, потому мульт и называется киноцирк. И вот так вот нейтрально в Советском Союзе поднимали такую острую тему путём пропаганды. И я должен сказать, это был не самый жестокий пример, учитывая мировой опыт. Я уже как-то упоминал диснеевский мультфильм «Дети Гитлера» у себя на канале. Но в этом топчике сам Сталин велел его упомянуть снова. Так вот, «Дети Гитлера» — это очень занятный мульт, сделанный в стиле классической диснеевской анимации и рассказывающий о том, как из обычных, ещё не приступных немецких детей, жуткий нацистский режим делает безжалостных фанатиков своего дела. Дети здесь кричат «Хайль Гитлер!» и с малых лет ненавидят врага. Хотя, в общем-то, наглядно показано, как им промывают мозг более опытные вояки, обучая ненавидеть и убивать всех, кто не мил Адольфу Гитлеру. А ещё здесь есть крайне истеричный, ещё более карикатурный, чем в предыдущем варианте Адольф Гитлер. Он пристаёт здесь в доспехах и как вот себя здесь ведёт. Больше похож на главного героя мультфильма «Маска». Его визжащий образ невольно вызывает смех со стороны зрителя. И разве нужно тут что-то ещё комментировать? Ну, в смысле, почему этот мульт был запрещён? Даже на Ютубе этот мультфильм сегодня не так уж доступен, как, например, тройку лет назад, когда я впервые на него наткнулся. Диснею упомянули, а что же там другая знаменитая студия «Братьев Уорнеров»? Здесь в сороковые годы тоже выходило несколько пропагандистских мультов. И про некоторые из них я, кстати, рассказывал в предыдущих выпусках про запрещённые мультфильмы. Но сегодня остановлюсь на анимационной коротметражке «Свалка Даффи». Не обращайте внимания на непривлекательное название. На самом деле, это «Свалка», опять же, про войну. Сюжет мульта рассказывал о Даффи Даке, который здесь владеет маленькой свалкой металлолома. Весь этот металл можно переплавить в оружие, которое поможет во время войны союзникам. Потому Адольф Гитлер, когда познаёт про эту свалку, буквально взбешён. Он сжирает первый попавшийся под руку ковёр, рвёт и мечет, желая немедленно разобраться с Даффи Даком. И сначала в этого утёнка запускают торпеду с бешеной козой, которая жрёт всё на своём пути, в том числе и металл. Но Даффи в итоге справляется с ней, и не только с ней, едва ли не умерев. Он вдохновляется речами, эээм, судя по всему, отцов-основателей в утином обличье. И далее, превратившись в подобие Супермена, даёт нацистам люлей. Мультфильм Свалка Даффи очень психоделичный и даже глупый. Впрочем, как и вся утрированная пропаганда тех лет. Ведь люди шли в кино, чтобы расслабиться, особенно в такие тяжкие времена. И да, благодаря таким развлекательным странным мультфильмам смеялись зрители даже над серьёзными вещами. Называется мультфильм Закопаем Ось, и посвящён он лидерам стран Оси. Так на Западе именовали Германию, Италию и Японию, времён Второй мировой. Они входили в так называемый союз под названием Ось. И хотя вид анимации здесь другой, суть остаётся прежней. Неадекватный Гитлер, который сразу после появления Света убивает Аиста, который его принёс. Собакоподобный полоумный Муссолини. И скользкий как змей, японский лидер. Все они показаны форменными идиотами. А кукольные фигуры придают им максимально дебильный вид. И в итоге они смотрятся глупо и в то же время как-то криповато. Куколы-то эти на самом деле существуют, понимаете? Поэтому, в отличие от рисованной анимации, воспринимаются особенно жутко. Ну и в финале мультфильма героев во главе с Гитлером едут на гигантским многопушечном и многобашенном танке. И по этому стальному монстру, разумеется, никак не могут промахнуться пушки объединённых наций. Так что финал для нас счастливый, но не для лидеров оси. Ну и напоследок приведу в пример ответную пропаганду от Германии. Вот этот мульт, на мой взгляд, очень интересный. Не зря я оставил его напоследок. Он вышел в 1943 году и назывался Нимбус Либере. И, по-моему, это имя одного из героев. Этот мультфильм был снят нацистскими аниматорами специально для жителей оккупированной Франции. В начале диктор, судя по всему, еврей, во всяком случае, внешность его говорит об этом, рассказывает французским слушателям о том, что освобождение скоро придёт. И якобы всех ждёт счастье. Параллельно зрителю показывают несколько самолётов с персонажами популярных американских мультфильмов. Микки Маус, Дональд Даг, Моряк Папай. Все они летят в самолётах, на каждом из которых боевые снаряды. И вот показывают, как французская семья в надежде прильнула к радиоприёмнику. В ожидании победителей. Как вдруг падают снаряды. И вот уже смерть пришла за своими жертвами. И да уж, такую жесть по сегодняшним меркам тоже снимали. Обратите внимание, какими мрачными здесь предстают наши любимые герои детства. И Микки Маус и Дональд Даг. Ааа, они воспринимаются совершенно иначе. Я думаю, никому не стоит пояснять, почему все эти мультфильмы сегодня запрещены. Они являются жестокими и неприятными отголовсками прошлого. Прошлого, когда все жили будто на пороховой бочке. И сегодня, когда эти времена прошли, хочется забыть об утратах войны. И даже пропаганде, которая шла в те годы. И в следующий раз, рассказывая о запрещенных мультфильмах, я расскажу кое о чем легком и совершенно ином. А пока давайте закончим все-таки на позитивной ноте. У нас тут такая внезапная гостья была в начале ролика. Так что всех вас ждет еще одна занятная и необычная коллаборация на другом канале. Вот такая вот сегодня была у нас подборочка запрещенных мультфильмов. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк этому видео, подпишитесь на этот канал, а также подпишитесь на канал Настя Герц. Во всяком случае, заходите и смотрите наши видео общие, которые мы записали, старались быть для вас юными волшебниками. Так что переходите по ссылочке в описании, в нотации и так далее. С вами был Денис Оптимистер, Настя Герц, спасибо Настя! Спасибо! Всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Уходи, уходи! Тебе нельзя это видеть! Не так, не так. Как хорошо. У меня драма, у меня драма, я переживаю за ее психику. Ты должен быть напуган. У меня двое больных детей и больная раком жена. И я переживаю за то, что Настя Герц увидит. Я в образе. Кто-нибудь заметит отсылку, что у меня фамилия немецкая. А там Гитлер. А там Гитлер!